И у нас в студии вице-премьер Украины Владимир Гройсман. Здравствуйте, Владимир Борисович. Вот вы видели, что сегодня... Вы видели, вы смотрели с нами вместе сюжет. Видели вы сегодня, что показал премьер-министр Украины, да? Два с половиной, две с половиной страницы договора. Чем они отличаются от тех сорока восьми, которые презентовал президент? Вот чем ваши сорок восьми отличаются от этих двух с половиной? Я хочу зазначитесь, что, ну, во-первых, про то, что завершается выборчая кампания. И сегодня, по предыдущим рассчитанам, которые есть в Центральной выборной комиссии, мы рассчитываем получать фракцию не меньше, чем 130 депутатов. Вона будет самой найбільшой. А что касается голосов, которые мы получили на выборах, то мы получили больше, чем на миллион голосов, чем любая другая политическая партия, или партия, которая заняла второе место. Поэтому для нас важно сегодня коалифейская угла не с точки зрения перетворювать это в какие-то торги, або колотные принципы. У нас, возможно, это план развития и реформирования нашей страны. Это принципово, потому что мы другого шляха не видим. И я бы хотел, чтобы все разговоры ишли не за портфель, а за то, какой будет Украина буквально, когда начнет работать в Парламе. Это было в сюжете, моя коллега детально уже попыталась это проанализировать. Вы не ответили на мой вопрос. Чем отличаются коалифейские предложения от премьера Яценюка и президента Раши? Это наша коалифейская угла, которую мы в понедельник передали нашим партнерам, всем, и сегодня опубликовали. Она имеет очень четкий план реформ в всех сферах жизни. Как мы должны бороться коррупцию, как децентрализовать владу, как провести другие реформы, которые сегодня ожидает страна. А что на двух с половиной страницах, которые сегодня презентовали? Мы почитаем, какие там загальные принципы выяснены, но я хочу зазначитесь, что... Вы не успели прочесть две с половиной страниц? Я их просто в руках, что не тримаю. Но я хочу зазначитесь, что, чтобы не было написано, мы подготовили проект угодов для дискуссий с нашими партнерами потенциальными. Каждый может высловывать свои видения. Понятно. Владимир Борисович, а почему так происходит, что вы не садитесь за стол переговоров негласно, не обсуждаете все и не выходите к обществу, не договаривайтесь о коалиции и не выходите к обществу с одним проектом договора? Это же, тем более президент дал на это вам ни много, ни мало, 10 дней, по-моему, срок вполне достаточный. Почему каждая из сил выходит со своим проектом? Извините, но это попахивает перетягиванием одеяла. Или вы так не считаете? Ни в каком разе. Я думаю, что будь-який процесс, в том числе и коалиційные угоды, где-то должен быть открытым, публичным и зрозумимым для общества. Не треба жодных кулагарных договорностей. Поэтому мы в понеделок абсолютно честно подготовили основу коалиційные угоды и направили нашим партнерам для обговорения подальше. Сегодня мы опубликовали. Я думаю, что общество тоже мает оценить, какие кроки мы будем делать, потому что часа у нас нет. Мы должны сформулировать коалицию через 10 дней, как вы говорите. Мы должны голосовать законы, которые позволят нам начать жить по новому, с 2015 года, с 1 сечня. Если заводить кулагарные договоренности, если говорить сегодня о том, кто кто-то взял пост, я думаю, что мы ни до чего доброго не придем. Поэтому наше завдание сегодня – объединяться со всеми демократическими силами. Мы абсолютно в этом открыты. Мы хотим, чтобы каждый, кто будет брать участие в этой коалиции, демократичный, украинский, проевропейский, взял на себя обязанности очень четкие. И это я принципово уважаю. Все ясно. Спасибо. Договаривайтесь. Мы очень этого ждем. Спасибо. Это был Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Украины. Пока, кто знает, какой пост вам достанется после коалиции Ады. Посмотрим.